Завтра будет большой митинг в Москве мне. Все звонили, все говорят, Юра, ты нужен на Болотной площади с гитарой. Ну, я сказал, извините, у меня елки. Как в том анекдоте. Ну, это, конечно, шутка, но завтра концерт в Уфе, это очень важно. Это очень важно для меня, этот концерт. И Уфа это очень важно, и люди, которые придут завтра. И, в общем-то, на наших концертах мы говорим, в принципе, о том же. Мы говорим о свободной личности, мы говорим о том, что нужно уважать человека на нашей земле. Мы говорим о том, что нельзя к нему относиться по-хамски, нельзя ему врать, нельзя его забивать просто, его душу, его мысли, какие-то узкие, прокрустывал ложа идеологии той или иной. Человек больше. Меня вот спрашивают, ну, я говорил уже, ну, вот есть выражение, поэт в России больше, чем поэт. Россия больше любого поэта, и Россия больше любой идеологии, Россия больше любого президентства, любого начальника. Россия гораздо больше. Даже Башкирия больше всех начальников. И, когда человек приходит к власти, он перестает это понимать. Он перестает как-то понимать. Я многих людей видел, которые начинали простыми людьми работать, и выдвигались по карьерной лестнице, и поднимались до каких-то высот бюрократических. И власть – это действительно огромное, чудовищное испытание для любого человека. И не дай Бог, конечно, этого испытания, но некоторые люди, обладающие харизмой, они идут просто туда. Потому что они идут многие со светлыми мыслями, идеями, что-то изменить в обществе, сделать жизни людей легче, облегчить участь проживания на этой земле. И в нашей стране. Но год-два-три, и с человеком начинается метаморфоза. И его начинает окружать. Он перестает слушать критику, слышать ее. Он убирает людей, которые имеют свое мнение. Он подбирается людей, которые с ним полностью согласны. И начинается, определяется какое-то окружение, которое дует в уши этому большому начальнику, что он самый гениальный, самый умный. Этот груз очень трудно выдержать. Я, ну вот, говорят, есть и звездная болезнь, да, вот у музыкантов. Я, наверное, тоже этим переболел, потому что я не буду, он говорит, что я такой вот безгрешный. Я помню, как у меня крыша ехала, когда тебе тысячи человек, там десятки тысяч, говорят, что ты гениальный, ты самый лучший, ты самый такой. И с утра просыпаешься, думаешь, ну а почему бы и нет, смотря из зеркала, да, почему бы это, не может быть правдой. Нет, конечно, нет, конечно. Конечно, не самый лучший далеко, не самый красивый. Посмотрите на мою рожу там на стене, опухшую. Ну, в этом это не самое главное. Есть жизненный опыт. Вот. И то, что люди, и понимание какой-то самого себя, и, мне кажется, беспощадная самокритика, это очень важно. Я вчерашним концертом не очень доволен, вот честно вам скажу, потому что, ну как-то вот уфа это очень сложно, я как-то перенервничал вначале, потом вроде все покатило. Но вот это было, да, и я спокойно вам говорю об этом, где-то мы что-то там, что-то я. Да. Но, ну была живая музыка, да. Но я хочу вам сказать, что вот эти ребята, которые завтра пойдут протестовать против этих выборов, ну они правы. Они правы, потому что выборы были далеко не честные, скажем мягко так. Я знаю, как, сколько ходило единороссов по школам, я знаю, как давят офицеров в армии, заставляя их голосовать, бюджетников, врачей. Всех просто давят просто. И здесь уже, если они не будут голосовать Единую Россию или за какую-то другую там, не знаю, структуру, то угроз много по лишению работы. Вот, и у нас этот тур тоже шел очень тяжело. Вы знаете, в Тюмени наши концерты вообще запретили. То есть лишили нас зала, куда уже продавались билеты. В Екатеринбурге тоже. Нам пришлось передвинуться в другой зал и помочь президента. Просто делал все в Екатеринбурге представители, чтобы не было наших концертов. Я с ними разговаривал, я говорю, мы же не враги Отечества. Чего вы боитесь? У вас бюджет весь у вас, все силовые структуры у вас, все у вас. Ну, чего вы боитесь-то в очкариках? Ну, что я могу сделать? Оказывается, что-то могу разбояться, значит, уважают. Значит, не все у них чисто на душе. Почему вот такие запреты? Почему такое ханжество? Почему мне Путин говорит, что маршем несогласных они мешают вот эти там несколько тысяч людей протестующих против того или иного движения правительства, с которым они несогласны, а граждане имеют право об этом говорить. А с другой стороны, любой кортедж президентский, вся Москва стоит полтора часа два, весь Питер стоит полтора-два часа. Стоят скорые помощи, стоят пожарные, стоят милиция, опера, которые едут на раскрытие дел. Все стоит. Ну, вот это и есть ханжество. Это и есть давешь такое. И люди протестуют многие против вот этого несправедливости вот такой элементарной, которая видна каждому человеку. Ну, начальник-то, ну, будь ты человеком, слушай ты людей, ну, проедь ты хоть раз на трамвае по городу. Или проедь ты хоть раз через, вот по этой трассе Челябинск-Уфа, где средняя скорость там 25 километров в час. Узкая дорога. Я помню, мы ехали, фура в Ковете перевернутая. Я смотрю польские номера, и поляк сидит у фуры и плачет. Просто в этой тайге даже. Постройте вы дороги на Петербург-Финляндия, где две колеи и каждый день огромное количество аварий просто. Ну, чего, чем хвалиться-то? Надо строить. Не надо пыжиться, тужиться. Не нужно плаката. И, мне кажется, выросла страна. Кстати, выросла страна. За эти 10 лет много очень молодежи, людей, которые не хотят, безусловно, никто никаких революций, погромов. Но хотят достойной жизни, достойного отношения к человеку просто в нашей стране. Достойного. Не хотят коррупции этой безумной. У меня приятель, он 4 года строил маленькое кафе в Петербурге. Он там умер просто. Ну, построил это кафе. Пришли к нему все. Пожарки. Эти, те. Всем дай, 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 дай. От местных чиновников. От этих. Ну, в общем, он всем все раздал. И вот сидит он в этом ресторане. И в своем маленьком кафе. И приходит маленький такой щупленький. Он мне рассказывает уже с матом. Лейтенант милиции. Шейка тоненькая такая. Огромная фуражка. Ушки такие. Лопоухи такие. Маленький лейтенант милиции. И говорит. Здрасте. Он говорит. Здрасте. Я пришел к вам взять у вас 120 тысяч. Он говорит. Чего? Рублей. Он, мой приятель говорит. За что? Ну, это положено. Сказал байкер лейтенант. Мой товарищ говорит. Да пошел ты вообще. Он говорит. Хорошо, ладно. И ушел. И пошел в другое кафе. Ну, это же чудовищно уже. Что люди уже по инерции уже идут. И говорят. Дай. Да. И получается, что в нашей стране одни живут за счет других. У нас страна поделилась. Одни вот люди в системе. Они встроились в эту систему. В эти отношения. Бездарные, чудовищные, безнравственные. В эти отношения взяток, коррупции. В эти отношения унижения. И другая часть страны, которая от этого страдает. Ну, просто страдает каждый день. И это же очень серьезная несправедливость. И в Конституции все иначе. В Конституции у нашей Российской Федерации не написано, что одни должны жить за счет других. И почему, если ты человек системы, ты имеешь право просто грабить людей. И поэтому мне глубоко понятно и вам тоже все эти митинги. И когда вбрасывают все эти листовки с этими выборами. Я на выборы, я долго думал, я поддержал яблоко в Питере. А выборы меня застали в Екатеринбурге. И я так встал, настроение мрачное. Думаю, за кого же голосовать на самом деле-то, Юра. Думаю. И смотрю, около гостей храм огромный, красивый храм. И у меня какая-то мысль такая возникла, что в данном случае мой депутат, это Господь. Пошел в храм, поставил свечку, помолился за Россию и выбрал. Но так пока.